Вегетарианское меню, цены на продукты, особенно на мясо и колбасные изделия резко выросли. В столице эксперты обозначили причины сложившейся ситуации на украинском продовольственном рынке. Подробнее расскажут мои киевские коллеги. Помидор 20, огурок 20, перец 30. С июля продовольственная корзина подорожала на 11%. По сравнению с прошлым годом мясо, сало и молочных продуктов можно купить в два раза меньше. Мясо, которое я тоже самое летом покупала, в разгар лета, в начале я покупала где-то, сейчас я вам скажу, 70 гривен, сейчас 120 стоит. Печенка стоила 80 гривен, сейчас стоит 130, 140 иногда, смотря какая печенка. Ну, конечно, естественно, приходится экономить. Ну, по продаже в этом году не такой, но так как уже меня знают, понимаете, на рынке, то, слава богу, что, я же скажу, покупают. Видите, своими руками, все товар своими руками выросли. За год же стоимость продуктовой корзины выросла на 25%. Пока украинцы раздумывают, как и чем запастись на зиму и сколько денег это поможет сэкономить, столичные эксперты указывают на причины подорожания. Главный фактор все-таки роста цен от НДС. С 1 января, ну, опять же, 2017 года у нас отменили льготную систему налогобложения аграрной продукции. Рост цен на самом деле это, знаете, как механизмы, ты где-то перекрываешь, где-то открываешь, таким образом регулируешь. Вот все механизмы были открыты на полную, то есть все, что могло расти, оно росло в цене. Поэтому в данном случае 2017 год считаем потерянным. По прогнозам экономистов, украинцы могут не опасаться существенных скачков цен в ближайшее время. Мол, они и так вплотную приблизились к европейским. Кроме того, импортные продукты могут стать выгоднее отечественных. А это представляет собой потенциальную угрозу для украинского рынка. Ксения Циверко, Юлия Долганюк, Максим Кондратенко, Киев, Думская ТВ.